Здрасте, здрасте, здрасте. Это Димон и Димон. Это Димон и Димон. Да, да, да. Здорово, Димас. Здорово, Димас. Так, Аппу Кингс против Бескост. Когда-то, когда-то, наверное, три месяца назад это было очень интересно, это было очень хард-плоу, это были очень крутые команды, это было одно из сильнейших противостояний Нижней Америки, и они очень круто играли. В DPC сезоне, но сейчас как-то Аппу Кингс подслились, и с большой вероятностью Димаса это у нас будет просто легчайшая для Бескост, две по двадцать в одну колитку, правильно? Правильно. Ну, отлично поговорили. Да, вот и поговорили. Все, а теперь давай, Димас, вот ты сделал. Самое главное, я сказал, теперь давай рассказывай, что там. Да, 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 да. Как там коэффициенты, да, там вот это все, то есть как дела. Вообще, на самом деле, да, ситуация простая, потому что даже в инлайне, согласно, с тобой полностью, да, у нас 1.12 на БК и 5.5 на на King of Kings на винлайне, соответственно, можете опять же взять 2000 фрибетов, найти какой-нибудь более интересный, я бы сказал, кэф, потому что это можно сделать. У нас есть кэфы, кстати, на всякие разные, типа там, на еды, например, на тоталы по количеству киллов, вот здесь эти на тоталы поменьше, можно даже подумать, ну и так далее. Короче, в целом, много вариантов есть, чтобы не кайфовать от коэффициентов 5.5 против 1.12, потому что они, очевидно, совершенно обречены, да, на максимальный уровень скуки. Есть много чего интересного другого, вот, что можно тоже найти, ну а мы, соответственно, с этим с вами смотрим, что уже появился тускар, я лично в кайфе от тускарей, в нынешней метео, они прикольные, мемные, вот, ну и Death Profit, Джекунг от King of Kings и без коста решили воцариться на аппарате линии Марсианин. В целом, мы понимаем, что что бы там без коста не напикали, главное, чтобы у них был лейт камбэк, да, потенциал, потому что пацаны из без коста, я комментировал их, я не знаю, это и Димон, наверное, как я тоже, они любят заливать, они вот фанаты, знаешь, как-то на рофлах, короче, начать играть и не очень аккуратничать в некоторых моментах, и поэтому бывают ситуации, где они, честно говоря, ну, способны зафейлить даже игру там, где они ведут 10 тысяч и даже 15 тысяч. Ну, ты сейчас просто описал весь регион Южной Америки, они тут серверы заливают. Да, но тут есть люди, которые заливают, потому что они просто слабые или средние, а эти чуваки хороши, и именно поэтому они заливают, потому что они делают это типа по кайфу, понимаешь, они на тоненького начинают пытаться играть, вместо того, чтобы играть надежно. Что поделать, Димон? Многим командам, ну, возможно, не давно очень хорошо играет в начале, зато они очень хорошо играют в конце. Сейчас посмотрим, как это делают без кос, потому что если вспомнить, как они у нас выступают, они очень любят в групповой стадии, что-то там бить баклуши, допустим, выступать не так уж и круто, как это было в первом сезоне ДПС. Могут там в плаву, вообще, сетку лузеров упасть, если вдруг неожиданное, что такое произойдет, но обычно они набирают по ходу вообще абсолютно любого турнира, и, как правило, вот вся их фишка, это то, что к концу они собираются. В этот раз, по-моему, они там вообще с самого старта пошли и начали бомбить всех налево и направо, у них вроде как статистика 4-0, а Аппу Кингс 1-3, если я там ничего не путаю. Ну и по драфту здесь просто видно, что они забирают вообще всю мету Южной Америки, это Марс, Лин, Аппарэйшн, то, против чего не выживает ни один герой, и, честно говоря, я не знаю вообще, кем нужно быть, чтобы против подобной комбинации брать Андейнга. Димас, есть идея? Да нет, не особо. Берется Аппарэйшн и берется герой, который очень сломан против Аппарэйшна. Блок с этой тамбой, кому она очень нужна, и про Аппарэйшна, которого очень сложно остановить за счет того, что он кидает С-бласты, и Андейнг вообще никого не может подхилить. Я же про это. Это тоже. Ну, тамба, мне кажется, все-таки основа силы Андейнга, и Лин, с этой тамбой справляется вообще на ура. Еще пофигу, она далеко и стреляет совершенно спокойно по этой тамбе. Ну, взяли и взяли, знаешь, типа усиление линии под любого героя, пофигу, что там Аппарэйшн со своим подхилом, типа, точнее, дехилом. Вот. Я думаю, что больше всего Аппарэйшн нерфит здесь даже не Андейнга, а Дэс Профитшу, потому что это герой, который полностью зависит от сифонов в тимфайтах и очень-очень хороший именно тем, что он долго живет. Ну, а, соответственно, жить теперь он долго не сможет, потому что его будут бёрстить, во-первых, потому что против него Лина с тем же самым шейкером, и самое главное, что сверху будет прилетать Айс Бласт, поэтому Банша уже в эту доту играть не хочет совершенно. Да. Минус Тимпларк Медуза от Бесткост. И здесь Баншу хочется спрятать вообще на любую другую позицию, это с большой вероятностью тройка просто потому, что на первой позиции она здесь уже никому не нужна, но на самом деле мало кто играет на первой позиции, но некоторые все-таки хорошо этим пользуются, некоторые хорошо играют и в центре. Здесь что первое, что второе вообще не нужно, как бы мать, встань сзади и входи в драку, когда либо мы найдем Оперешн, либо он уже потратит Айс Бласт, тогда, возможно, она окажется полезной. Ну да, поэтому ее надо слопать по-хорошему вообще на какую-то типа пятерку, но тут пятерки уже нету, да, потому что андайлинга взяли. Не очень понятное решение, короче, потому что сейчас деспрофит реально регулярно, если она бывает законтренная, она уходит на пять. Но здесь то, что они подвзяли себе андайлинга дает, так сказать, двойное удовольствие и печаль для Банши, потому что здесь она уже точно будет двойкой, ну или тройкой на крайняк, но это тоже не меняет ситуацию никаким образом, потому что она все равно будет кором. в последнем бывании от Kings of Kings убрали всех лейтевиков. Что у нас остается? Морфлинг для без костов, да, потому что Kings of Kings и, очевидно, морфа уже точно брать не могут, потому что Апариш он уже появился. И что еще из таких лейтовых сильных мужиков? Урса, Луна. Ну, как по мне, просто бери Луна и имперси. Ну, еще, кстати, Сикер. Вот у нас Сикер в последний раз в последний раз в Kings очень круто показывали. И мне он очень понравился. Такой супер универсальный персонаж, который почти на любой стадии хороший, если игра затягивается в глубокий лейт, за счет башера и так спида, он почти с любым героем борется очень хорошо. Но это Нага-сирена. Нага, ничего себе. Ну, я знаю, что Ки-Ван фанат Наги, но она тут ну, нормально, типа, но зачем? Для чего? Все очевидно. Димас, ну, что ты первый раз? Теперь им лейт, хорошо. Ты как будто первый лейт, Димас, тут все очень просто. Ставится тамба, нажимаем сон, разбиваем тамбу. Все. Окей, окей. Еще есть второй вариант. Ставится тамба, а ДП нажимает ультимейт, нажимаем сон, разбиваем тамбу, отступаем от ультимейта ДП, ДП заканчивается в снова 90. Димас, всему есть своя причина, которая имеет все без кост, да, 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 которая имеет все без кост, и тут нет таких героев, которые вообще четко закрывают Нагу, при этом развалят Лину, вообще ни один герой, по сути, в доте не остался, следовательно, чтобы они взяли апу Kings of Kings, то с большой вероятностью вообще ничто их не спасет. Сейчас сами понимают, что кого бы они не взяли на ласт пик, настолько хорошо все... Сулен. Сулен. Он нажимает БКБ, получает сон. Он потом... Ну-ка, да я вспомню, сетка же там работает. Сетка работает сквозь БКБ, только в случае Аганима. Ну вот, да, то есть, как только Нага покупает Аганима, гораздо Сулена закончена. Только Нага покупает... Ну, спектра прикольно, конечно. Ну, это они решили, раз уж мы закончить не можем, раз уж противник с слишком хорошего заместа, давайте пойдем в супер, супер лейт. Ну, по-моему, вообще этот герой испытывает большие трудности. Винрейт у него такой себе. Вообще мало кто играет этим персонажем. Это довольно слабый герой, я согласен с тобой. да, 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 короче, спектру не верим. Ну, конечно же, всегда мы ставим себе вот эту историю, что если спектр оденется в шесть слотов, она там килл любого, ну, мы это обычно всегда этим прикрываемся, правильно? Правильно. То есть опытные спикеры знаем, как вовремя переобуться и перепрыгнуть с одного стола на другой, но конкретно здесь спектра, даже если наденется, у нее большие проблемы просто из-за сна на гитерина. Я тебе скажу, что здесь даже перебываться не надо, потому что я тебе сейчас сообщу кэфа от Винлайн, и ты все осознаешь в твоей жизни. Там типа 1.08 сейчас против 6.3, то есть было 5.5 в начале драфтов, стало 6.3, вот, в общем, все там, все грустно, дорогие друзья, для Kings of Kings, все хорошо, для Best Cost, по мнению Винлайна, а для нас хорошо, что есть 2000 фрибетов, которые вы можете получить по трансляции у нас по баннерочку, вот, а мы, соответственно, да, надеюсь, перейдем довольно быстро к игре, катка должна быть по-хорошему, да, доминирующей стороны БК, у них очень сильные линии, очень хороший мидгейм, довольно прикольная драка, и в целом отбиваться вот этим всем набором, где уже Банша не хочет играть Доту, не очень приятно, но посмотрим, может быть, какое-то, в принципе, сопротивление пацаны окажут, и какая-то интрига у нас будет все-таки. Диман, закинуть всегда ведь можно? Закинуть всегда можно, да, это весь кайф Южной Америки, типа, что бы там ни происходило, закинуть можно всегда, тут вопрос настроения, да, может быть, вот у Бескостов есть желание поиграть побольше, пожестче, там, 60 минут первую, там, выйти в три карты, в общем, вы знаете. Смотри, тут уже есть мысль в чате очень хорошее, что если Лост хвалит пик одной команды, то, скорее всего, вторая команда выиграет. Вот, мы бы хвалили... Это чуваки, которые байтят на то, чтобы подняли кайф, это же понимают. Ну, может быть, да, может быть, в общем, то есть мы бы хвалили пик Бескост, следовательно, с большой вероятностью эти ребята сейчас оттащат, но это только при условии, что Бескост сейчас будут фидить, руинить, такое может быть, они это делали вообще на регулярной основе, даже в ДПС, то есть... Даже на Инте. А, ну и даже на Инте, да, точно. Это одна из самых мемных каток, я думаю, вообще самая веселая игра, которая была вообще на протяжении всего The International последнего, вот, это, конечно же, противостояние Бескостов последних в плей-оффе, где Stinger просто творил какую-то самую странную херню, что я видел в своей жизни, реально, это... Ну, на Интах, конечно же. Мне ощущение было, что мы смотрели, знаешь, какой-нибудь онлайновый турнир в Сир-3 Южной Америки, что-нибудь такого плана, где можно вообще делать все, что хочешь, но здесь парни... Ну, вообще-то можно делать вообще все, что хочешь. Здесь-то можно, но на ДПС точно вообще. Вообще где угодно. Вообще ты можешь делать, Димон, где угодно, что угодно, просто последствия будут, вот, но тебе никто ничего не запрещает. Это правда. Просто будут последствия, да. Именно этим ты руководствовался на Инте тоже, да? Я? Ну, Димас, давай так, именно этим ты руководствовался недавно, и после этого ты как бы это... сделал Супер Мув, вот, и поехал отдыхать в одно место, поэтому... Такое, такое, знаешь, мы много чем с тобой руководствовались. Я бы не сказал бы то, что... отдых это, когда ты сидишь с Ластом на Южной Америке, но, наверное, да. Не, я имел немножко... Я понимаю, о чем ты... Поэтому не надо дезориентировать зрителя. Как это вообще там, нормально у тебя? Вообще по кайфу. Да, да, да. Вот я чувствую, что... Ран или пона тоже так просто взяну, возьму, уеду и скажу там, так, ну вы там давайте сами держите трансляцию, в студии тоже сами работаете, главное, денежки присылайте, вот, и... А я там поотдыхаю, короче. Нормальная тема. Денежки-то поаккуратнее, поаккуратнее, братной. Да? Так. Ладно, дорогие друзья, от этого замечательного спича перейдем к доте. Тут ничего не происходит, они просто стоят. Угу. Ща... Они странно, кстати, тут просто такой мощный лайнап у бискоз, вот они просто врывают без шансов. Ребятки накидывают вот фит, копье, там, лина, может быть, просто не хотят, да, потому что лина, на самом деле, ни одна лина не хочет качать стан, когда она идет центр, любая лина хочет качать первую, третью, первую, третью, и просто память 24 на 7. Поэтому, может быть, они этим и руководствовались. Вообще, у них потенциал просто был бешеный, потому что противник, он тоже, в принципе, может за счет андайинга вначале подраться, за счет дикеев, но без коса они просто одного рубают за первого стан. И, кстати, 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 спектра уже начинает страдать на своей линии. Спектр имеет очень хорошего security в виде андайинга, который на этой линии довольно-таки крут против двух миличников. И, честно говоря, шейкер это полная шляпа, это не тот оффленер, это не та четверка, которая может прийти в сложную линию и хоть как-то напрягать спектру, если тут есть андайник. Просто чайка, еще одна, Диман, смотри на нее. Смотри на него. Смотрю на чайку. Да. Он вообще пошел фармить, смотри, там пока Марса гоняет андайн. Ну, а что, он лишний, что ли? Он такой, подфармлю-ка я, что ли, с топориком. А, топорик, да, с сапожком нормально. Ну, короче, это очень хороший знак для спектра, что шейкер у нас сейчас ничего не выпалил, курьерчика не подрезал. И если линия вот так вот будет стоять и андайник просто будет раскидывать дикейм по двоим, то это шикарнейший расклад для спектра. Лучше придумать нельзя. Ну, вообще, да, очень хорошо все у андайника пока что. Бенни стоит просто сзади, фармить своих крипов, шейкер ему помочь ничем не может. О, фюсурка и зафармил крипа. Красиво. Да, 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 не, ну, рейнжа забрать это святая. Это правда. Браду ману? Ты веришь ли был рейнж? Мне кажется, это был милишник вообще. Да, я понимаю. Ну, даже с милишником лучше рейнжа. То есть вот сейчас вот смотри, есть рейнжовый крип, вот он стоит и вот по-хорошему рейнжа нужно забирать вообще намерно. КД, КД, КД. Потому что, видишь, Маркс, он просто коровка, он просто эта коровка оставляет Марксу. Рейнжа, он не такой жадный, он думает о своем оффленнере. Единственное, он не очень хорошо думает, когда, допустим, сейчас он был крипчик, он просто подошел, получил 3000 от Undying и Спектра, но anyway, он пытается сделать хоть что-то, да, потому что это шейкер, шейкер против Undying. Это видимость действия, братан, это видимость действия. Это типа, я полезный, Маркс. Я полезный, я тут, родной, и я тут с тобой. Не прогоняйся, не прогоняйся. Ты вообще играешь на четверках шейкерах? Ты же там вроде это. Я на шейкерах вообще не играю. Я просто слышал, ты, а, ну, я понял, да, то есть ты именно такой. Ну, День, я просто, ну, вижу, что этот далеко не самый эффективный персонаж, на самом деле, в моих руках уж точно. Так, сериам. Вот он, вот он, красавчик. Да, да, да. Ну, я был уверен, что тут будет ферстблак, потому что такая довольно-таки агрессивная линия, тут ребята еще были под вышкой, но где-то там, далеко-далеко-далеко, кто отдался? Да. Отдался. Кто отдался? Отдался, опарышем. Познавайтесь. Кто нафидел? Кто нафидел? Ну, в общем, да, при этом всем на линии, знаете ли, с нагой, которая приварит, стоит вообще супер-изи против практически любого лайнапа. Ну, не считая, конечно же, вина мастера, если этот лайнап исполняет Рамзес. Потому что мы с тобой уже были свидетелями. Так. А напомни, напомни, напомни мне, Димас, что там было? Что там было? Что там? Я просто призабыл, знаешь, память у меня такая. Ой, да конечно. Да ладно тебе. Да ладно, да я не поверю. Я знаю, что Рамзес один из сильнейших игроков в доту. Это правда. Все, что он делает, это просто, ты что, самый невероятный уровень, который только можно увидеть. А мы? Правильно, Димас? Жаль, что он не на Нананаге, да? Да, ну жаль. На игру-то он выиграл? Выиграл. На игру он выиграл, да-да-да. Ну вот Кейван, он тоже сейчас, мы видим, игру выигрывает, отступает подвесчику. Флазчик у Оперешина есть хорошо. ДП-чика плюс таск, это очень сильная линия. Нага почти отваливается, при том, что у него много брони, много хп, и вот они ее почти забирают под тактимом. Если Оперешина попадает в ренч тактима, он падает мгновенно. Соответственно, здесь все, что доступно для стингера, это просто пулинг, пулинг, пулинг так, чтобы он просто качал линии, ни в коем случае не точковался с ДП, просто издалека, аккуратненько, забирал Эксперенс, и таким образом они просто качают линии, чтобы Нага забирала большую часть фарм подвесчиками. Ну, Undying, смотри на него. Что он, пошел за руной? Поминочная, вот это поминочная. Знаешь, что такое поминочная, Димас? Знаю. Вот, это поминочная, это когда Undying побежал гангать, и постарался... Это когда два дня до конца Интерэшнала, ты имеешь в виду? Так, у нас. У нас, кстати, все-таки убьют Лину. Не, они убьют, 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 но они очень много ресурсов потратили, это раз. Тамбул забрали, ну, то есть, за Лину дали денежки, за Тамбул тоже там дали личное количество денежек, Шейкер, он здесь начинает набирать, и все это время, все это время, пока Undying где-то там бегает, все это время душит Спектру на легкой линии. Если вот посмотреть... смотрю на Крипстат, и прекрасно понимаешь, что у Крипстата у нее пока слабовато, Нага ее обгоняет, причем существенно. Опа! Ну вот то, что сейчас Спектра сама подошла под копье, короче, и умерла, это, конечно, мемы вообще. Да, да, да. Или она не умерла, стики живые? Ну вот, короче, душновато ей, без Undying, даже если она не умирает, то Марс в любом случае имеет очень хорошую тычку, у нее очень много демеджа, да, там у Спектра 60 урона у Марса 75, да, у нее имеется топорик, но у Марса уже у него очень много хп, и при этом еще очень большой запас ман. При этом Марс красавчик, смотрю, он держит линию так, что все время он находится под вышкой, если, например, Спектра еще разу получит фиссурку, он еще раз ее выкинет, то она вообще останется без Регена. Ну-ка, ну-ка. Получается гений на Виспере. Получается гений, смотри, 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 смотри. Сейчас будет перекрывать. Не, перекрывать. Не, пошло, пошло. Опа, копье. Так, фиссурочку бы в чейнстанчик бы. Вторую. Вот, вот об этом я и говорил, Димас, а ты там вот еди, там все нормально, ничего не нормально, смотри, из нее отбивную. Ничего не нормально, потому что Шанданг вернулся на линию и пошел крипов отводить. И смотрит, каким кайфом он вернулся на линию, оп, можно подфармить, оп, корень, нормальный, экспуля пошла, там, на сапожок, на сапожок себе нафарм, как удачно он зашел. Самое мемное, то, что он вернулся на эту линию давным-давно он просто пошел отходить крипов. То есть он мог бы вместе с этой Спектрой не дать ей умереть, а Спектра могла бы, соответственно, попросить этого саппорта прийти к ней. Ну, ну, зачем? Чувствуется рука мастера, слушай, чувствуется рука мастера, что вот так и надо, вот так и надо. Так и надо. Ну, типа, Спектра явно герой, знаешь, такой, ну, легко камбэку еще и вообще он в лесу фармит очень быстро. Нет, смотри, он снова оставил один, смотри, он снова ее оставил одну, ну, она снова стоит на линии, бочернерос набегает Шайкер, тут даже проблема не в том, что они ее, допустим, забирают, но что вот выбегает Шайкер и сразу ее прогоняют с линии, вот сразу прогоняют с линии, только вот Андайанг возвращается, кстати, у которого имеется тамба, можно что-то придумать, но, в общем, задушили Спектру, но тем временем задушили Лину в миде, Тасик очень хорошо ворвался, однако Лина вышла в размен, чтобы очередной раз есть хорошо. И если бы все вот эти размены приводили к тому, что Кунка в миде, например, начало бы обгонять Лину, а напомню, Лину уже забрали два раза, было бы здорово, но мы видим по Крепстату, что Лина, она по-прежнему обгоняет Кунку, что довольно существенно, поэтому все эти выходы, они не меняют общую картину. Угу. Но это все, что картина того, что Спектра на самом днище с точки зрения натворцев среди коров, и это плохо. Да, очевидно, что Нагата ее перепармит просто как герой сам себя. Это изначально базовая проблема, которая имеется у Спектра, она крайне зависимая сейчас будет от киллов, если у нее будет получаться ультимейт реализовывать, если у нее эти фраги еще не будут стилить, а фармить в лесу, она, соответственно, очевидно, эффективно, быстро не может, это не тот герой. Вот. Никто еще до сих пор не придумал билда с каким-нибудь Майлштормом, да, который давал бы хоть какую-то вообще, в принципе, скорость фарма. Вот. Сейчас вот она будет собирать Блэйдак, и это уже звучит как артефакт, который, ну, добавит ей немножко, конечно, скорости фарма, но в основе это чисто ориентированная на файт-предмет. Ну, она очень медленно лупит лес. Да, она ужасна. Вот на фоне Турблейдов, Нак Сирен. Морфов. Да, да, да. То есть, если берется спектра, ну, понятное дело, что это слабый герой, но нужно каким-то образом придумать расклад, что она выйдет с линии богатой и будет быстро фармить лес. Но вот такая спектра, она, если вы... Они придумали. Знаешь как? Как? Undying против двух милишников-силовиков. Ну, даже несмотря на это, мы видим, что спектр, вот она продолжает получать по щам, она 5-го левла. Ну, слушай, Undying хорошо, Undying, вот он, вот он, вот я смотрю на Undying, вот он бегает, левел как спектра сейчас. Вон, бегает, у него сапог. Ну, кстати, по натворцу ее догоняет, смотри, чисто пятерка катается пока. Undying нормально, Undying придумал, что ему в этой игре делать? Вот как бы, Undying вроде взяли, но бэйбиситинга вообще нет. Тут, правда, сверху я вижу нападение, 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 ой-ой-ой, у Тасика 3-0-0, у ДП-шечки, да, это здорово. Но проблема, да, что у противника Нага Сирена, ой, тут еще и Лина Сорянова забрала он Дуанга, хорош. То есть проблема в том, что у нас просто Нага Сирена, она уже в соло забирает весь лес, у нее уже имеется ПТ-Яша, она еще выбивает замечательный Оушен Херд и Послабл Маск, и фарм Наги уже не остановить. Все, она убегает на троечку, ты ничего ей не сделаешь, и поэтому эти ребята, какими бы они молодцами на этой линии не было, Нага попадет на ратекс. Да, при этом все, СПЕКТРА, чтобы ты понимал, все вернулось на ботом лайн. Ну да. Мне кажется, это ошибка. Есть маленькая проблема. А что бы ты делал? Ты СПЕКТРА, я помню, ты играл на СПЕКТРе. Как же ты терпел, слушай, в той игре, я помню, ты там сидел на базе, там, 50-60 минут, ой-ой-ой. Что-то такое было возможно. Что-то было, да, и ты выиграл ту игру, ты реально сидел на базе, там, 50-60 минут, только на это и надеется, потому что надеяться в его случае больше не на что. И вот мы видим, как он сейчас фармит лес, да? В то же самое момент, когда он сам себя стакал случайно совершенно, и больше фармить он кэмп не может, там, справа он не стоит. Просто посмотрите, как фармит СПЕКТР лес, вот, которая вышла с линии. То есть, чел еще и ПТшки не переключает на инту, когда кинжал кидает. Ооо, Димас, ой-ой-ой. Это каждый кропаль маны на счету, понимаешь, когда ты на спектре фармишь. Это типа жесть же, ну просто, ооо, тильт, совершеннейший тильт. Ты знаешь такой тильт, когда, а, ну вот нейтральную шмоточку сейчас он себе принес, уже получше за счет этого, чипит Веста он будет хоть как-то в этом лесу набирать, но ДПшечка у нас продолжает, вообще ДПшечка это единственное, что вот пока хорошо спорит в своей команде, она догоняет уже на Гастерену за счет трагов. И если бы не была Апарэйшн, я бы сказал, что может быть она даже и втащит им игру. Но не втащит, да, это не я. Ну Апарэйшн, да, скорее всего Апарэйшн ей втащит рано или поздно, поэтому вот, это вот единственное, ну просто Апарэйшн на бане, по-хорошему, вторая стадия, если они берут ДП. Драка в миде, у нас, душают Лейну размен один в один, там было стаи, там было нужно забирать, там было еще много денег, приходит Шекер, который бежит за ондайнгом, но ондайнг это не самая лучшая цель, бегает ДП, в которой нет ультимейта, на самом деле бегает под вышкой, было здорово наказать, но ДП просто берет и уходит. Короче, Димас, пока вот эта игра не смотрится, как ты там рассказывал, ну пацаны, тут такая пятера, шестера, но пока, пока даже близко, не пахнет этим. Ну не знаю, все еще пахнет, по-моему. Не, пахнет только драфтом, пахнет драфтом, но не исполнением, просто потому что Лина уже отваливается три раза, несмотря на то, что она хорошо выстояла, ДПшка просто бегает, анигилирует всю команду, но, но может быть сейчас, ей объяснят, мать, мать, ты стоишь под Т2 вышкой, ничего не видишь, приходят просто ребятки, тебя забирают, попадин это раз команды, возможно тебе не стоит вообще быть под Т2 вышкой одной, как думаешь, мать? Возможно, возможно, но этот надо у нее спрашивать, конечно. Ну надо, да, я сама думаю. И вот теперь, вот теперь все, КФ он обо всем рассказал, да, что эти ребята, как бы они хорошо не играли, на старте, по-моему, Акране начинает в один момент творить полную дичь. Мне нравится, Бенни впервые, ты понимаешь, спектра впервые переключена into эти ботинки перед даггером. Мне больше нравится, как он фармит, то есть он пришел сюда, смотрит на шейкера, который вот качается, вот наш ребенок, который хочет есть, смотрит, как кушает шейкера и пытается хотя бы кусочек себе добыть, и в конечном итоге, в конечном итоге шейкер, он еще и напрягает одного и второго. Не совсем понимаю, зачем вообще спектра сюда пришла конкретно сейчас, потому что она... А как тебе скачка от него? 2-2-2! Гордая раскачка максимально. Я в жизни такой не видел депо, это просто... Тю-тю-тю-тич вообще. Чел сначала опять... Чтоб ты понимал, я сидел вот все это время, пока там были драки на меду, я сидел, смотрел за тем, как он пт-шку переключает. Он четыре раза подряд не переключил пт-шку на into, и в конце концов, вот на пятый раз он это смог сделать. ДП-шечка закатилась на центр, немножко не хватило, чтобы ее развалить. Марс попытался что-либо сделать, но дэмэджа не хватило, 90 хп остается у ДП. Очередная хорошая... Очередная хорошая выхода от кингов, и ребята продолжают напрягать. Да, манчатта считает игру для них максимально, но как бы аж что дальше-то? То есть пока они нагу не начнут убивать, ну очевидно, что для того, чтобы ее убивать надо сделать так, чтобы у нее не было туров внешних, да, желательно хотя бы тир-1 выше. Тогда можно будет безопасно к ним заходить на треугольник, соответственно, по смоками уже тогда выгонять эту нагу из треугольника и не давать ей фармить хотя бы там. Вот, ну и пока они в принципе этим занимаются, что-то один выше Купу они забрали, молодцы, просто красавцы. Без костом придется немножечко подужаться по пространству и ждут блиндаггера на, соответственно, Шейкер, наверное. На Марсиане уже есть, но не особо сильно помогает пока что. Ну и Лина, конечно, в печали, но она доживется до своего БКБ и вот вернется в игру максимально. И надо просто сейчас фармить, и не нужно сейчас драться, это самое главное. Но зато у Маса есть Блинг, и Слуринг, и мана, и он видит Спектру. Ранжа, ранжа, ранжа. Так, мать забирает ранжа, мать сразу же уходит в лес, нужно сразу идти на срез. Шейкер вот моментально понимает, тут же ставит вард, видит Спектру, Спектру видит и готовы. Там рядышком находится еще один герой, но его не хватит, а Спектру очень мало жить. Ее моментально забирает, блейдмейл. Найс, на это пожал, что называется. И нужно бежать, бежать, бежать. Ну слушай, заберут одного, заберут второго, ну хоть какая-то компенсация, это уже здорово. Найс, минус два. Киликспри на мини и на духе, ну так сказать, набирают для того, чтобы потом наги отдать, все это дело. Вот, а в целом, да, хороший ганг, он без костов, заспейсили для Лины, Лина в этот момент все время в подфарме его ботом. Уже 2000 голдуни имеется, ждет, когда у нее будет БКБшка. Ну и Кунг тоже зря времени не теряет, тоже у него скоро будет БКБ позитивно, достаточно можно будет драться еще эффективнее. То же самое касается сети Банши, Банша тоже хочет себе БКБ. И того два БКБ будет у нас у Кингов совсем-совсем скоро, соответственно, не будут бояться очень многих вещей здесь. Ну и сквозь БКБшного контроля вообще пока отсутствует какого-либо, какой-либо у без костов. И с одним БКБ уже будут драться, а, нет, с двумя тоже БКБ, да, потому что Виспер тоже собирают без костов. И того у нас 4 БКБ в ближайшее время должно появиться. Ну, я вот вижу Кунгу и понимаю, что он нарушает первый заповедь Кунги, особенно против такого драфта, который противника. Какой? Ну, корабль, у него корабль не плывет. Кораблю нужно плыть по КД. А, потому что он не атакует? Ну, он сейчас очень сильный, да, потому что если они просто будут соревноваться против Лины с траволами, против Наги, которая там уже бегает с мантой, полисосить, это такая себе история, поэтому задача Кунги просто идти и нон-стоп ему кидать корабли куда угодно, кого угодно, лишь бы они просто плыли и они постоянно устраивали замес, потому что сейчас замес хороший. Сейчас у нас и ДП-чечка довольно-таки плотная, Кунгкевич кидает корабль, ставится тамбай, сейчас реально Апу Кингс крепко себя чувствует в замесе 5 на 5, и вот, не знаю, была бы какая-то Луна, блин, так бы хорошо все было, она бы уже могла давить в раны, а вот мы видим, что ДП пошла давить, товара, и Кунга, Кунга здесь, корабль пошел сюда, корабли залетают, Марс падает, зачем вообще сюда пришла нагречная, я не понимаю слова совсем, телепортируется ребята прямо на глазах, по итогу Нагу он у нас нажимает на сон, Марса нету, прилетает Шейкер, и Нага убегает, Шейкер думает, мать, ты куда, зачем, мать, ты меня бросила, за что, пожалуйста, вернись, и это вот, это руин, Иван, что это было, она подумала, что у нее пик силы, один из пиков силы для Наги Сирены, как ты понимаешь, это Дефизуал Блейд после манты, ты на здоровье, просто она приходит в Драку, одна, вообще никого нет, ну я тоже не понимаю, ты Террина вообще видел, где она весь замес была, она весь замес свой лес, вражеский лес долбила, она вообще не имела, не имела понятия, зачем вообще драться, мы же поменим БКБ, зачем мы куда-то идем, я прихожу в Драку, ловлю крест Оренцию, я падаю, давайте, пожалуйста, подождем, никуда не пойдем драться, и вот они, вот они, Аппкингс, красавчики, что-то начинают делать, стараются наши мальчики, изо всех сил, и пытаются они там, устраивать размены, но блин, какая же спектра, ни о чем, креста, кресты, кресты, кресты на висперо, пошли, сейчас Крестра получит, какой-нибудь, корабли, корабли плывут, надо, чтобы спектра забрал вас хит, обязательно, оставьте ей, красавчик мини, не, он заслужил этот фраг, слышь, ты что, он, смотрит, как бы он бегает, там старается, потеет, а вот какая-то чайка прибегает, вот на спектре, 6500 нетверса, которая вот всю игру фармит, у нее 0.3, и вообще ничего нет, он думает, слышь, поэтому у этой чайки надо отдать киллой, чтобы она вернулась в игру. Я думаю, минимум, уже на той статии, когда он ничего не отдаст, он как бы, слышь, сынок, ты как бы, во-первых, почему ты на спектре играешь, вопрос номер один, где там лун и морфлинги, где, где майк? Думаешь, он виноват? Спектра виновата в этом, может быть? Где майк? Артей узнает, может, он зафорсил того героя, сказал, давай я сейчас на спектре развалю. Мы же не знаем, Диман, мы не знаем, мы не знаем, что там было, но видно... А ему такие, только если тпт будешь переключать, да? А он не переключает тп, да, он может сказать, слышь, я как ты ножик кидаешь, ты пт не жмешь, какой тебе фраг? Он, кстати, после четвертого раза начал каждый раз переключать, он молодец, и она сейчас следить, и он прям красавец. Ну, здорово, что я могу сказать? Здорово, здорово. Ультимейт у него через 48, можно будет подраться как раз на ультимейте с петерином, а он тем временем убивает ускаря, он совершенно не ожидал, что тут кто-то ждет, хотя, казалось бы, вполне вероятно, что кто-то будет дождать, когда над пуш пойдут пацаны. Ну, и Апокинс теряет свою четверку, он тем временем, Кунка фармит Элибарду. Как Элибарда против Наги Сирены? Не знаю, Диман, не знаю. Является? Как у нас, любят, говорят, как что-то говорят, я сейчас надо вспомнить. Оригинальный подход, оригинальный подход. Нестандартное мышление, да, не знаю. Это самые политкорректные формулировки, я понимаю? Конечно, конечно, не знаю, как по мне, это полная вообще дича, я не знаю, хуже этому, по-моему, придумать нельзя, против Наги Сирены. Подожди, 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 я, походу, был неправ. Как обычно, Диман, ничего нового. Я был неправ, знаешь почему, потому что это, походу, Родианс. Я совсем забыл, что Родианс собирается через Талисманов Авэйзен в новом патче. Ну, это Родианс, то есть, это Кунга, который хочет бить. Я тебе говорю, я вот говорю, у него, смотри, у него в команде бьет Спектра, ну, пока она не бьет, но она потенциально, в плане она, наверное, била, но, что-то она не бьет, он смотрит, ну, давай-ка я сейчас буду бить, покажу тебе, как надо делать удары, потому что, ну, надо брать все в свои руки, да? Да, так и сказал Мини, и понеслась. Все так и было, Диман. Вот, ну и, еще у него ДП, который тоже бьет, то есть, у него потенциально два дамагера, которые очень хорошо наваливают, если они одеваются, и поэтому, вообще, по-хорошему кунге нужно упаковать, там, Керасы, ну, полный набор, полный набор, ты знаешь, да? Угу. Идалус Кераса, Родианс-то, на идеальный план. Но, 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 но потом придет момент, когда Наги будет полностью плевать на этого кунку, так что, я, Родианс не поможет. Ну, он уже почти пришел, у него уже 2 800, будем честны, вот Родианс, вот эти вот иллюзии, да и плевать, на этот, политический дэмэдж, там, Короче, осуждаем, да? Осуждаешь? Да, не, мне, ну, типа, я не думаю, что был какой-то намного лучший вариант. Да, я за Керасу езжал. Ну, Кераса мне тоже нравится больше, я согласен. Кераса и в танк и просто, и пошел. Эээ, Бискос, кстати, активизировались, Нага уже играет с ними, смотри, все, у него там почти 3 мяч. Потому что БКБ у Лины, поэтому они хотят вместе играть, теперь все команды. О-о-о-о-о-о. Ну, это Котаегис, пофигу. Опа! Ты видел, ты видел, ты видел, как он... Что он сделал вообще? Что за гений? Ну, как он их размиклил, они в любом случае потеряли. И у Лины там ультимейт довольно-таки быстро от полдаун. Ну, короче, Нага уже боец. То есть, Наги сейчас принести себе Тарасочку, и все, а, у нее Тарасочка есть. Все, Нага, она боец. То есть, бегает Спектр, который просто, Манта, Блэйд Мэйл и Нага запинает её иллюзиями, тут есть вот Нага будет сейчас драться с иллюзиями, своими иллюзиями против Спектры, Спектру иллюзии отпинают. Потом она вызовет вторую иллюзию, а не продолжит её пинать, вот и поэтому Спектра сейчас вообще ничего не делает, она просто вот, просто где-то. Понятное правильное дело, это что если её будут пинать, ей будет не нравиться. Да, 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 и это позволяет без костом сейчас вообще... Меня сейчас эти отпинают снова. Снова? Так, это смерть, это твоё смерть. 0-4, 0-4, теперь прощай. Вот. И с одной стороны, да, когда вот собирает Блэйд Мэйл, ну на бумаге это круто, ой, меня будут бить, я буду вырубать Блэйд Мэйл, но вот против такого пика, где много-много станов, кстати, кунки Эггеса били, она, по-моему, ещё его ни разу не прожила так, чтобы у неё были фулл ХП, она всегда жмёт Блэйд Мэйл там в самом конце, когда она вообще при смерти. Смотри на Нагу, она пошла. А знаешь, что это? Это Эль Чача. А знаешь, что делает Эль Чача? Он просто вот видит кунку, кидает от него сетку и кунку убегает, всё. Он просто бегает один по вражескому лесу, видит четырёх героев, они не могут... И не парятся, да, они ничего не могут с ней делать. Причём он это делает без Эггеса, он забирает вообще часть вражеского леса, отгоняя их от фарма, при этом его команда ещё забирает свой лес и создаётся просто дичайший перефарм, в котором у Наги 15500, успех 9000. А где? Да, в целом, я думаю совсем недавно. Ну-ка где? Давай по фактам. На D20L, мне кажется, я увидел позавчера или вчера. Кто против кого? Давай. Ооо, Еда нас за Тим против Толин, даже не ноу сори, против кого-то. Против гамбитов, мне кажется, да. Там гамбиты в разы были сильнее. Так. Да, он выкинул его, Таска. Да. Он выкинул ещё раз, Таска. Ну ладно, я его в любом случае заберу. Короче, Нага, нажимай сон, давай, я разматываю их. Всё, хорошо, хорошо. Кунка без маны стоит. БКБ у неё есть. Но всем плевать. Спектра нажимает ультимейт, но у неё вообще нет шмота, когда вообще ничего не делает. Врывается лин и просто на передовую вырывает БКБ. И сразу же на базу. Вот моя школа, красивая. Не зря БКБ собирал. Пытается зажалеть, она пытается хоть как-то вообще... Пытается выйти, но и фиссурист собственный закрыл. Боже мой. Какой дед. Какой дед. Ой. Я бы сейчас со стула, конечно, грохнулся и орал бы как скотаняка, но... Ты так это делаешь, Мас. Ночь просто. Ночь на дворе, поэтому уважаю соседей. О, боже. Единственный способ убить Нагу, это чтобы её закрыл собственная фиссура и не дала ей выйти, пока она фигарится под всеми духами Death Prophet. Подожди, подожди, подожди. Есть ещё второе условие. То есть Лина нажимает на БКБ во время драки и прямо вылетает сразу на фонтан. Кстати, Кунг Космарин. Бам. Бам. Ну, должно хватить дэвид. Да, то есть и Лина просто во время драки убегает. То есть мы скажем с одной стороны, блин, Lost. Ну, её там окружили. Там все дела. Ну, она просто сама вбежала в пачку. Вот в ДП прям вот. Выбывает ДП ультимейт. Там духи что-то летают, летают, летают. Она просто сама вбегает в пачку. Нажимает БКБ и летает. И это был полный провал. В исполнении Бискост. Но у них всё равно настолько бешеный перифарм. Между корами. То есть, как бы 6000 это ещё плюс-минус играбельно. Да, но слишком большая разница между нагой и спектрой. То есть, когда все 6000 это разница между нагой и спектрой. Мы видим, что даже несмотря на прогровую драку, сейчас просто Бискост вламываются на территорию противника. И... Потенки ничего не могут. Они... Ну, молодцы. Они убили нагу, да? А теперь ультимейт КД. Теперь УДП ультимейт КД. И пока УДП ультимейт ультимейт, просто у нас бегают ребятки, забирают тасиков где-то... А, здесь его нага в соуза была. Ага. Очень интересно. И всё. И они просто как у себя дома. Бегают, прогоняют. Спектр вон сразу же убегает. Андайм прячется в лес. Спектр старается. Да ладно! Воу. Ничего себе. Воу. Угу. Угу. На Топик, кстати, такой же клоус случился и с Линой. Хотя не, она была под БКБшкой, поэтому пофигу. Ну да, вот делал тапаут, там, в последние секунды прибежал у Спектра. Угу. Двадцать секунд до ультимейта Спектры, одиннадцать секунд до Экзорцизма, и можно играть. И как раз Родианс появился на кунке. Ну всё, всё. Ну, скобочек, ничего, конечно, не поменялось, но всё. Не, ну всё ещё есть шанс, что нага встанет вот сюда, как вот она стала. Угу. Я, правда, не могу рисовать почему-то. А, да. Я понял, почему. И Шейкера её снова закроет. Потому что мы второэшелонны. Так, тем временем, а загоним на ноги Сирени. Вот. И у неё 3700 хп, значит, 30 с армора, она в полном кайфе, она ещё будет делать БКБ. Ну, кстати, БКБ от своей собственной фиссуры не спасает, я сообщаю ей. Ну, зато он у Вилга Клина нажимал тп-аут в драке, ему понравилось. Я думаю, он то же самое будет. Я просто сделал бы Скади на его месте, не думая о БКБшке никакой. Скади уже есть. Скади уже есть. У их команды у нас. А, ты об этом. Да, вторая сказать не нужно. Ну, аж лучше бабочку просто зарить. Бабочка, да, да. Ну, что-то у нас статы, короче. Явно не вот БКБ. Это какая-то уже, ну, слишком... Лакшери артефакт можно забить. Он здесь не настолько сильно решает. Ну, да ладно, ладно. Не хочет он жариться под Родиансом, но и не надо, типа. Мы его заставлять будем, что ли? Вот. Кумка пошёл, конечно же, в Кирасов, в следующем статом по твоим лекалам. Ну, уже такой, да. А, может быть, полезным быть, ну... Сколько там у него дэмэджа? 60 дэмэджа, да? Уносит магическое. Какой-то нагу. У него почти 4к иллюзии. Как же плевать этим иллюзиям на эти 60 дэмэджа просто. Что они есть, что они нет. При этом я ещё добавлю, что там линовый БКБ, который плевает на магический урон этот вот. И Марс. Вот. И поэтому Родианс, ну, не такое, такое. У меня, кстати, не было сомнений о том, что Родианс должны апнуть нового патча. Ну, в смысле, в 7.31. Но они действительно вообще ничего не сделали, и я такой, ну ладно. Они сделали немножко рецептуру. Но то, что они должны были его апать, это факт. Я не знаю, зачем Кунка вот это делает сейчас. Он побежал на неё. Он хотел сделать удар. Я видел. И я видел, да. Он хотел сделать удар. Зачем? Непонятно. На нём висит Тайс Бласт, он падает. Это... Я не знаю, Димас. Я вот... Это Южная Америка. Это Южная Америка. Ээээ... Ты чёрт... Чёрт с ним. Даже первый дивизион. Просто... Да. Я когда второй дивизион комментировал, там люди так не играли. А тут первый дивизион люди... Люди превосходят второй дивизион. Как это получается? Что они творят? Превосходя богов, что? Превосходя. Да, да, да. Я, кстати, не солидарен с билдом Спектры. Мне кажется, диффузов уже слишком поздно было собирать. Надо было форсить, мне кажется, Скади. И если взять то, что у них ещё Шива подъезжает на Доспрофиджа, то Шива плюс Скади довольно серьёзно резало бы Тараску на Спектре. В общем, на Наге Сирены, прошу прощения. Естественно, эта Тараска была бы уже не настолько эффективна. Можно было бы хоть как-то попытаться пробить Нагу Сирену. Потому что без Скади и Шивы это сделать вообще невозможно. Ну да, есть такой момент. Поэтому, на мой взгляд, и диффузов фигня, и Скалбажер фигня уже точно. Ну они, знаешь, такие, ну чё-то надо собрать, чё-то надо собрать. Вообще, не знаю, если вот они так хотели сильно купить Рейдинанс, то чёрт возьми, пусть они хоть хотя бы в Спектре покупают Рейдинанс. Это, опять же, не самая популярная шмотка. Это всякое лучшее, чем Рейдинанс на Кунке. Потому что Кунку мы видели. Вот он, Кунка, покупает шмотку. Да, он уносит пассивный дэмэдж. Там ещё сверху 60 урона. И было бы здорово, чтобы он хоть кого-то бил. А он просто побежал к Лине, даже не сделал удар и просто убежал. Так, Оперешн! Оперешн! Киняйс Бласт! Хорошо! Отлично! Красавчик! Оперешн! Лучший! Ну и дальше в разные стороны, пацаны. В разные стороны. Надо бежать. Плюс 200 голды для Лины. Лина, кстати, уже с Сатаником. Попробуй её забери. Ты 1600 хп. Вообще, так нормально. У неё снаги на двоих почти 7500. Угу. 7500 на двоих. Это, наверное, как почти вот у всех членов команды Аппо Кингс. Вот на пятеринку. Да, да. Но я сейчас смотрю по корам. Там примерно вот сколько? 6800 получается. Угу. Да, это жесть. Ну и чё, мы ждём. Мы и Рощанчика ждём, да? Нага с Тарасочкой. Мы ничего не ждём. Мы ждём, когда Гага напишут. Потому что как только вы отпускаете нагу вот в такое свободное плавание и имеете ситуацию со Спектрой, которая на самом деле не то чтобы сильно виновата в том, что с ней происходит, а в её просто саппорт кинул максимально. Ну вот. Ну, мы понимаем, что это невозможно вытащить никак. Ладно. Смог. Подача без экзорцизма. Без шансов. Сейчас кого словят, тех убьют уже стопроцентно. Нага такая. Радианс. Вот это жара. Вот это жара, пацаны. Оуу... Жарит. Кунг правда убежал всё равно. Ну ладно. Минус Саппорт один. Сего лишь Киллинг Сприн на Киеване. Гектор чувствует кайф от этой игры. Один раз, правда, не почувствовал, когда я собственно Эфи Суру закрыл, но... Я думаю Гектору пора уже зайти. Давай, Гектор. 4К. Всё. То самое число. Тарасочка есть. А Парешан играет за нас. Мы уходим спокойно, регенимся. Весла этот, по-моему, вообще никак не наблюдает. Как будто поесть несчастного стана. Просто выходим, сеточка, стан. БКБ отошли. БКБ закончилось, подошли. Тамба. Алина, Алина, Алина. А где Лина? А, Алина далеко. Слушай, Лина с Эгисом вообще друг в конце карты, поэтому нужна Алина срочно. Да-ка, Лина сейчас пойдёт сплит пушить просто ботом растягивать. Вот они, вот они. И ДПшечка, станчик, прощай мать. Скажи прощай. Да, ВВП. Ну, подожди, у неё есть бэйбэк, нажимается бэйбэк. О, где бэйбэк? Бэйбээк. О, бэйбэк не нажимается, ладно. Давай, идти идти, я понял. Давай, освещается. Ну чё, 30 минут, что я понадобилось без кост там, чтобы закрыть эту карту. Ну да-да-да. Ну просто кэрри такой, да, ему чуть больше времени нужно. Какая-то, я думаю, если бы Луна была, там они бы уже, там, на 25-й взлетали, она решила стать понадежными. Ну, молодцы, что хотя бы нагу расчехлили. Бумаги, так, о, Кунка бэйбэк сделал, смотри. А ДП не палится, знаешь, она не хочет статистику портить. Ну, как это? Да, она просто, понимаешь, она своё дело сделала. Она early game выиграла, mid game выиграла, да, она сделала очень-очень много. Всё круто было собрано, но просто... Поэтому даже если ДП не сделает бэйбэк, я всё равно считаю, что ДП в этой игре она сделала больше, чем все остальные вместе взятые. Ну, мини тоже неплохо отыграл, на самом деле. Ну... На Кунке нормально. Ну, не считай билда, просто он немножко билдом, да, наверное, сделал так, что мы не скажем, что он молодец. Но кого волнует, на самом деле, что мы скажем, что нет? По поводу этого кунка. Ну, точно не мини, Димон. Точно не мини. Точно не мини. Ну, если мы научимся с тобой оба португальскому... Да. Ну, тогда, может быть, есть... Я думаю, ему в любом случае будет всё равно. Кто ты такой, Димон? Чемпион, ещё сверху на португальском разговариваешь. Кто ты такой, да. Нет уже ни одного чемпиона, который разговаривает на португальском. Да? Ну, я вот сейчас, ну, если подумать, головой. Да, ну, продолжаю свою мысль. Ну, всё. Ну, а представь себе, ты научишься говорить на португальском, ты будешь единственным человеком, который... Есть ещё ни одного чемпиона, который, допустим, говорит на корейском. Так. Можно продолжить. Ну, а ещё... Ну, ладно. Мы о том, что мини, возможно, тебя послушают. У тебя будет авторитет. Не-не-не. Одновременно разговариваешь на его языке и... Не-не, авторитеты идут нафиг, смотри. Так же, как у нас идёт нафиг ДП. Врывается просто ребятки в пачку. И, к слову, там даже клуб кого-то развалил. Там нанес пару ударов. Но Лина, она в такой кондиции сейчас, 23 конетверса, что она просто входит в толпу. Её бьют все. Абсолютно все. Она просто врубает станик и развалит оппонентов без шанса. 30 тысяч на 32-й минуте. Ну, в общем, да. Это очень много. 29. Это очень много на 32-й минуте. Да, да. Это хорошее превосходство. Довольно серьезно. Ну, здесь уже цифры не важны же по факту. Конечно. Ну, что-то надо сказать, Диман. Что-то цифры не важны. А что важно, друзья? Что важно, Диман? Давай, что важно? В смысле? Жирная нага сирена. Вот что важно. А-а-а. Вот так вот? Вот это да. Вот это важно. Вот это да. Вот когда тонкая нага сирена, знаешь, там мы сейчас с какой-то талией там всем остальным. Не, это такое. Да, фигня полная. Жирная нага сирена. Ну, чё... А, бюджейн. Грасс. Чё окускает, Димас? Ну, вот... Всё по прогнозам. Да, Аппо Кингс что-то там в начале делали. Давили, давили, давили. Взяли себе одного из самого ни о чёмных хоров в этой мете. Этот хор вообще ничего не делал. Из за Нетверс вышел Ильчачий и всех победил. Очень интересно, в скобочках нет. Ну, что мы. Да, да. Вторая карта, я думаю, будет примерно такой же. Но, может быть, и нет. Кто знает. Поэтому отправимся с тобой на паузу, я думаю. Давай, Димас. Увидимся. До скорого.